Попробовать можно ли сделать днише. Можно запросто. Есть такая вот запас цепочки, да, на нее можете запросто делать. Ну, я, наверное, не буду мерить на желтую футболку, это будет как-то глупо смотреться. Вот, надо приладить на какую-то водолазочку, наверное, симпатичную. В общем, подумать, подумать надо с этим. Вот такой прикольный. Он, знаете, такой вот матовый какой-то, да, вот как резиновое покрытие. Правильно написали, то есть он не резиновый, резиновый какой-то, мягкий, он жесткий, извиняя. Ну, видимо, на вот этом какой-то жестком каркасе резиновое покрытие. Вот, и теперь заключаем мы, заключаем мы продукции. Да, вот я смотрю в обоих заказах, у меня и каталог, и вот гид по Novage. И заключаем мы как-то обзором категории Wellness. По Wellness тоже бывает, вкладывают такая брошюрочка, как гид, да, по продукции Wellness. Вот, ну, у меня она есть, сейчас ее нет в заказах, и также ее всегда можно купить. Ребят, если сейчас доля покупки людьми Wellness продукции у Арифлейм составляет уже 30%, к 2020 году они прогнозируют, ну, не знаю, там, на 200% покупку людьми Wellness. Немного говорю о том, что это такое. Это был изначально не коммерческий проект. То есть, такая болтушка, вот самый первый продукт, это был вот такой коктейль. Ну, даже не такой коктейль, сейчас он вкусный и вообще очень вкусный. Изначально Стигом Стэном, ведущим кардиологом Швеции, была разработана такая болтушка, которая являлась питанием на клеточном уровне для людей, перенесших сложные операции по трансплантации сердца легкого. Ну, я не медик, да, но я примерно говорю. Вот. И чтобы силы восстанавливать, вот, было разработано такое питание. В настоящий момент вот этот коктейль, он содержит... Вот, смотрите, еще, кстати говоря, многие компании предлагают какие-то там, ну, белковые продукты или похудейки, или еще что-то, да? Ребята, я за других говорить не буду, хотя очень хочется, но не буду. Вот, смотрите, то, что внутри полностью соответствует тому, что на упаковке везде написано, это доказано уже многими, в том числе Институтом питания РАМ России. То есть обязательно компания всю свою продукцию отдает на сертификацию, на проверку, на подтверждение. По опыту хочу сказать, не везде это так, не у каждой компании. Так что будьте внимательны, осторожны, ну, уши не развешивайте. Вот. Чем является коктейль на сегодняшний момент? Это питание. Вот порция коктейля, это такая ложечка шейкером у нас продается, порция коктейля, вот ложечка без горки, разведенная на 150 мл водички, ну, самый простой вариант, да, можно там разные делать варианты, вот, порция коктейля, плюс один пакетик саши, вот этих витамин, это женский вариант, который выглядит вот так. Они дают человеку в день минимально необходимую норму мультивитаминов, минералов, клетчатки, это яблоко, свёкла и шиповник. Потом, это я уже про каталог говорю, ой, про коктейль говорю. Ещё самое главное, что он состоит, вот если вы состав будете читать, сейчас я русский найду, состав будете считать, то вы имейте в виду, что вот состав, да, протеин гороха, и дальше пошли вот процентные соотношения. В начале всегда должны писаться то, чего больше всего, и в конце то, чего меньше всего. То есть, если вам, вам кто-то что-то продвигает, и этот продукт стоит в составе в самом конце, ну, как бы его там, можно сказать, совсем нет. Вот, здесь, что хочу сказать, три таких вот основных протеина, то есть, это белковое полноценное питание, и содержащее клетчатку, что тоже хорошо чистит кишечник, да, чтобы, опять же, пища, все витамины лучше всасывались. Если кишечник не чистится, то можно сказать, что всё, что мы кушаем, оно усваивается лишь частично, да, обязательно должна быть какая-то очистка для кишечника. Здесь идёт первым, это протеин гороха, потом идёт яблочный порошок, яичный порошок, сухая молочная сыворотка, порошок из семян шиповника, концентрат протеина молочной сыворотки, сухой яичный белок, клетчатка свеклы. И из вспомогательных компонентов, ребят, это натуральный ароматизатор, натуральный, не идентичный, это ваниль, ну, это вот вкус ваниль, да, я люблю ваниль. Есть ещё клубничка, есть шоколад, ваниль, сливки. И единственная такой вот ненатуральная тут вещь, ну, это подсластитель сукралоза. Почему сукралоза, а не сахар? Потому что этот продукт имеет низкий гликемический индекс. То есть, употребляя его, это как, вы знаете, долго, ну, вот, организм долго насыщен, да. Когда высокий гликемический индекс, ну, самый простой там, не знаю, что, белый хлеб с вареньем, или любой продукт в Макдональдсе, да, ну, примерно, говорю там. Это когда быстро идёт скачок сахара в крови, ну, это опасно для многих людей, да, там, давление. Ну, я не медик, ну, вы, я думаю, понимаете, что низкий гликемический индекс – это хорошо. Вот, и прямо вот поэтому нет сахара, а есть сукралоза, потому что, чтобы не было такого скачка сахара в крови. Так вот, берём коктейльчик, да, коктейльчик здорово. С утра выпили витаминки. Витаминки, вот, они состоят из... Отличаются женские от мужского только вот этой вот таблетиной. То есть тут мультивитамины, минералы. Какие нужны женщинам, там, какие нужны мужчинам. Но должна сказать, что... Об этом даже пишут специалисты, что с возрастом немножко меняется гормональный фон. И, в принципе, даже, может быть, там, после 45 можно поменяться, да, что мужчинам наоборот брать. Вот, женский ПК, а женщина мужской. Вот, что хочу сказать. Можно без... Короче, не волнуйтесь, если, да, вы там выпили вот такую витаминку, там, мужскую или женскую. Это всё равно нормально. Организм возьмёт всё, что ему нужно, что не нужно. Он выведет сам. Вот. Ещё в пакетике присутствует астексантин. Это изобретение, прям, ноу-хаушвицка. Это антиоксидант, который сильнее, я не знаю, сколько там, раз в 100-200 сильнее, чем витамин Е. То есть, многие у нас делают как, если вот заболевает или ребёнок, или сами, да. И если ребёнок маленький, то его просто разрезаешь, и содержимое, ну, капельку можно оттуда, куда-то капать. Вот. Либо, если могут прожевать, то прямо так. Вот. И астексантин, он вот буквально останавливает ход болезни. Он быстро-быстро борется с свободными рецептами, и уже не будет таких затяжных там процессов, да, там на 3 недели. И, возможно, даже, ребят, что самое главное, не придётся пить антибиотики. Да, потому что антибиотики надо пить 7-10 дней. Все про это знают. Меньше смысла нет. Вот. Опять же, их попили. Потом после них тоже что-то надо пить, чтобы как-то там микрофлору восстановить. В общем, лучше, конечно, если можно без них, то можно без них. И вот очень хорошее подспорье. И две коробки.